Александр Левченко, чрезвычайный полномочный посол Украины, член Союза дипломатов Украины, с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, приветствую вас. Ну вот сегодня генсик НАТО созывает Совет Украина-НАТО, и это связано с недавними массированными атаками РФ по Украине. Должны присутствовать как раз послы стран-партнеров. Каких решений, по-вашему, стоит ожидать сегодня, и насколько важна эта площадка для Украины? Ну, очевидно, что все-таки мы активизировали эту статью о том, что можно созвать срочное заседание Украины-НАТО. И понятный повод – это злодейское бомбардирование украинских городов, фактически по всем периметрам государства, желание российской стороны уничтожить энергетическую инфраструктуру в селе Украине, с тем, чтобы оставить население без электрики, которая генерируется также для того, чтобы подавать воду и так далее. Поэтому понятно, что этот массированный удар нужно было отбивать. Ну, и украинская сторона его отбила, насколько могла. Ну, стало ясно, что сил противоракетной обороны и противовоздушной обороны не хватает, чтобы прикрыть все цивильные объекты, все важные объекты инфраструктуры. И, очевидно, будет разговор о том, чтобы наши партнеры выделили дополнительные системы ПВО и ПРО, которые бы гарантировали более спокойное существование украинского гражданского населения и функционирование энергетики и других важных инфраструктурных объектов. Не исключено, что будет и вопрос о том, чтобы партнеры здесь определялись о том, чтобы можно было украинской стороной использовать оружие, предоставляемое нам далеко, особенно, которое бьет далеко, имеется в виду, прежде всего, ракеты, с тем, чтобы их употреблять исключительно против военных объектов Российской Федерации, откуда происходят, так сказать, запуски ракет и дронов. Первые и вторые аэродромы, откуда взлетают бомбардировщики, с тем, чтобы обмортировать мирные украинские города. Это абсолютно военные объекты, и поэтому это соответствует действующему международному праву. И, собственно говоря, если их нарушать, действие этих объектов по запуску дронов, ракет и самолетов, то, соответственно, такие удары Российская Федерация просто не сможет наносить. А значит, это спасенные тысячи жизнью мирных граждан, спасенные инфраструктурные объекты и, так сказать, объекты народного хозяйства, студия. Ну, кстати, об этом Пентагон заявил, что не разрешает Украине наносить удары вглубь российской территории. Об этом на брифинге накануне заявил официальный представитель Пентагона, генерал-майор ВВС США Петрайдер. Но вот издание «Политика» пишет, что на этой неделе Украина планирует передать администрации Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы вот таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия. Мы знаем, что это не первый список, но он будет более детальным. Как думаете, поможет ли этот список и почему вообще Вашингтон затягивает с этим решением? Ну, список поможет. Там будут координаты целей и что там находится конкретно. И история этих целей, то есть как они используются против гражданского населения Украины, цивильной инфраструктуры, чтобы было понятно, что это абсолютно военные цели, которые не можно поражать со своей территорией любым оружием, потому что эти цели несут смерть, разрушение у мирным украинцам и объектам народного хозяйства. Далее, примет ли американская сторона только это к сведению или даст свое разрешение? Посмотрим, мы знаем, что глава Офиса президента Ермак и обороны умеров едут в Вашингтон, чтобы объяснить, не просто передать список, почему это нужно в очередной раз. И очень важно, что после той ракетной атаки, которая прижила Украину, мы должны воспрепятствовать военным аэродромам России для взлета этих самолетов и бомбардировщиков, мы должны воспрепятствовать пусковым установкам на ракет России, чтобы они в очередной раз бомбардировали украинскую территорию. А это возможно за счет тревентильных ударов. Да, можно еще, так сказать, все это просто сбивать, но тогда США должны нам дать еще минимум 15-16 систем Патриота, которых у них самих не хватает. Это стоит огромных денег, это пассивная оборона. Куда проще и дешевле дать это разрешение. И чтобы агрессор почувствовал, как оно то, когда по тебе тоже стреляют, и как оно, когда оно у тебя тоже взрывается, и ты не думаешь, что ты только можешь други по другой стороне лупить, вот уничтожать и так далее. Ведь война – это вещь двусторонняя. Агрессор должен получать по пальцам, иногда и по носу. Украина хочет провести второй саммит мира в одной из стран глобального юга. Я напомню, что во время встречи с Нарен Рай Моди, премьером Индии, Владимир Зеленский как раз предложил ему провести саммит мира именно в его стране. Почему Индия или же какая-либо другая страна, возможная для проведения второго саммита мира, почему так важно провести его именно в одной из стран глобального юга? Ну, очевидно, что количество стран, которые надеждают глобальному югу, это огромная численность. Вот мы видим там определенную нелешительную оценку российской агрессии или недостаточную информированность, либо другие аспекты влияют на это. Поэтому очень важно, чтобы саммит проходил именно в стране глобального юга, чтобы другие страны туда прибыли, спокойно и увидели аргументацию украинской стороны и предложение относительно достижения мира. Действительно, была идея о том, что, может быть, Индия будет хозяином этого саммита. Ну, у нас все-таки одно условие, Индия должна подписать общие коммунике, принятые на Первом совете мира, в Швейцарии. Если такое происходит, мы с удовольствием выберем индийскую площадку для этого. Ну, знаете, есть и другие площадки, которые могут рассматриваться. Это и Катар, это Саудовская Аравия, это Магинирный Арабский мир. В общем-то, есть определенное количество стран, которые готовы стать этими площадками, потому что это укрепляет их международный авторитет, важность. И поэтому еще до конца Киев не определился, где же будет проходить этот саммит. Но самое важное, чтобы он прошел успешно. Студия. А вот самой Индии, это интересно? Это важно для нее, чтобы именно второй саммит мира, на которой, я напомню, должна быть, присутствовать и Российская Федерация, и ее представители, чтобы он прошел именно в этой стране? Ну, очевидно, есть свои плюсы в этом. Абсолютно, так сказать, авторитет международной Индии укрепляется. Но, тем не менее, Индия, страна член БРИКС, поэтому Россия будет задействовать другие рычаги, влияние на то, чтобы это не было в Индии. Москва не хотела бы, чтобы площадкой стала Индия с очевидных резонных соображений, потому что страна очень влиятельна, и если там проводится такой саммит, туда поедут очень большое количество делегаций, ну, и сама Индия будет помогать моделировать это важное событие. И как бы Москве не хотелось бы, чтобы, когда она будет или бойкотировать, или там какие-то свои фантастические планы выносить, если кто-то туда поедет на этот саммит, чтобы это проходило на индийской территории, и все видели о том, насколько несостоятельная позиция Кремля в студии. Давайте далее поговорим об историческом визите премьера Индии в Киев. Это было на прошлой неделе, и это был первый такой визит в Украину. Ну и после этой поездки Моди позвонил сначала Байдену, потом и Путину. Как в целом оцениваете и визит, и как думаете, зачем вот этот отзвон был российскому диктатору? Нужно сказать, что визит ясно позитивный. Если за 33 года, когда восстановлена независимость Украины, еще не было визита такого уровня, это важно, это полезно, это необходимо не только Киеву, это полезно и для Нью-Дели. Первое. Второе. Я думаю, что индийский премьер ознакомился более реально с информацией о том, что происходит в Украине. Знаете, что 8 июля он был с визитом в Москве, своим первым иностранным визитом. Во время его переговоров с Путиным Кремля дал приказ о бомбардировке Киева и медицинских объектов. Не просто медицинских объектов, а даже известная на всю Европу детская больница Ахмадид. В этой больнице еще я, так сказать, в конце 60-х был. То есть это поколение, поколение украинцев прошли через Ахмадид, где, так сказать, получали помощь. И вот такой невиданный за размерами цинизм удар по этому детскому оздоровительному учреждению. Не думаю, что индийский премьер был счастлив. В это время он обнимается с Путиным, называет его большим другом. А большой друг отдаёт команду по бомбардировке детских медицинских учреждений. Конечно, ситуация очень неприятная. Я думаю, поэтому индийский премьер быстро принимает решение, чтобы приехать в Украину. Не просто приехать, а важный, знаменательный день. За день до Дня Независимости, день государственного флага, 23 августа. Он побывал в музее пострадавших детей Украины от российской агрессии. Собственно говоря, и трехчасовый разговор тет-а-тет, это очень редко бывает. Так долго, который произошел, думаю, помог индийскому премьеру разобраться в ситуации. Ну а за результатами визита он должен поинформировать самых важных партнёров. Первый самый важный партнёр – это Соединённые Штаты Америки, учитывая, что Индия – страна демократии. Поэтому содержательный разговор с президентом Байденом. И второй разговор с Москвой, потому что она практически причастна к тому, что происходит ужасное событие в Украине, и без неё закончить эту войну невозможно. И индийский премьер информировал, о чём он разговаривал с президентом Украины. Здесь нет никаких, так сказать, вещей, которые под столом, то есть хотят скрыть стороны. Всё предельно ясно, да, надо заканчивать эту войну. И, соответственно, действующему уставу организации бедных наций, действующему международному праву. Поэтому Москва должна наконец-то решиться на то, что эту войну она должна заканчивать. И заканчивать не просто так, а соответственно международным правопорядком, который становился после 1945 года в студии. Президент Владимир Зеленский хочет представить план победы Украины Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу. И сделать это уже в сентябре. Как вы считаете, в чём суть этого плана? Почему и кандидатам в президенты важно увидеть этот украинский план? И какова, по-вашему, может быть эта реакция? Ну, план очень важный. Нужно понимать, как же эту войну можно закончить. Не только разговорами, не только дипломатическими усилиями, а и действиями, которые будут принуждать Москву к принятию мира. То есть принуждение к миру – это не философия бандитского Петербурга, а принуждение к миру – это междуправовой термин, которые используются во времена многих международных конфликтов и воин. То есть даются условия принуждения к тому, чтобы разговоры о мире начались и были достигнуты соответствующие результативные решения. План, который представит президент, он учитывает многие вещи для того, чтобы принудить Москву к миру. Она должна понимать, что украинская сторона обладает некоторыми важными вещами. Вчера было заявлено о том, что Украина уже провела успешное тестирование баллистической ракеты. И перед этим, два дня тому, успешное тестирование массы производства дронов-терракет. Такая комбинация гибридная, очень важная для того, чтобы бить по тылам и по передовой противникам. Ну и очень важно нам понимать, как Вашингтон, готов ли он помогать Украине дальше своими вооружениями, какими-то материальными ресурсами, с тем, чтобы эту войну как можно скорее закончить. Там будут цифры, раскладки. Поэтому нужно ознакомить действующую президентскую администрацию, как она с этим согласна, не согласна. И, конечно же, вопрос номер один кандидатов в президенты, то есть и Камалу Харрис, и Дональда Трампа, которые будут президентами. Обязательно кто-то из них за результатами выборов 5 ноября. И, конечно, они уже должны понимать, что вопрос о окончании войны в Украине очень важный. Занимает серьезное пространство в внешнеполитическом деятельности США. И они должны понимать видение Украины того, как можно эту войну закончить как можно скорее. И дать, конечно же, оценку этому, потому что без помощи США это сделать будет очень трудно, если не невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok